Домашней колбасой сейчас мало кого удивишь. Многие хозяйки отлично освоили это не хитрое дело, однако можно меню и разнообразить и приготовить не просто домашнюю, но еще и копченую колбасу. Выбор колбас в магазине велик, но есть ли в них мясо? Этот вопрос не волнует тех, кто умеет готовить замечательную колбасу своими руками, тем более, что это проще, чем кажется, просто нужно запастись необходимыми продуктами и инструментами. Итак, приступим. Пропустите мясо через мясорубку, смешайте фарш со специями и наполните им оболочку для колбасы, завяжите конца, а также обвяжите колбасу вокруг и развесьте ее в коптильне. Коптите в течение двух часов на ольховых опилках, после этого оставьте колбасу в темном прохладном месте на сутки, после чего ее можно использовать в пищу. Приятного аппетита! В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Пропустите мясо через мясорубку, смешайте фарш со специями. Наполните оболочку для колбасы фаршем, края завяжите шпагатом. Затем обвяжите колбасу шпагатом, как на фото, сделайте иголкой несколько отверстий, чтобы оболочка не лопнула и развесьте ее в коптильне горячего копчения. Коптить будем на ольховых опилках, на среднем огне нам потребуется около двух часов, чтобы довести колбасу до готовности, после этого оставьте колбасу в темном прохладном месте на сутки, после чего ее можно использовать в пищу. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда Говядина 500 г, свинина 500 г, соль, специи, по вкусу, натуральная оболочка для колбасы или кишки животных, по вкусу, ольховые опилки, по вкусу, количество порций, 4. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Люблю вас, друзья, жду снова.